Эту встречу жители дома Менделеева 32 ждали давно. Первый и главный вопрос, волнующий их, ремонт фасада дома. Его обещали выполнить еще в 22-м году. Из-за плохих швов в доме собирается влага. Во многих квартирах образуется плесень. Объединили два домоуправления. И наше домоуправление, ну, теперь уже наше, сказала, что мы теперь, ну, подождете, у нас был свой план из того домоуправления. Дальше, сейчас, сейчас, 22-й год прошел, 23-й, сказали, все, 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 все железно. 23-й год, мы слышим, говорят, 24-й год, все точно, точно, все конкретно. А теперь говорят, в 24-м году, я думаю, у меня инфаркт хватит в феврале. Говорили, это, все, все деньги уходят на променад. Рамиль Мулин объясняет жильцам, что сейчас даже накопленных за годы денег, которые собираются из плата за коммунальные услуги, не хватает, чтобы охватить все дома, нуждающихся в ремонте. В планах уже расписаны всевозможные работы в жилых домах, а их в городе 1100 до 2042 года. Это ремонт кровель, фасадов, торцов, швов, лифтов. Выполнять их будут в порядке срочности. Однако, со своей стороны, мэр пообещал сделать все возможное, чтобы этот дом как можно быстрее привели в порядок. Если мы раньше на тот объем денег, который выделялся нам в пределах 800 миллионов, могли делать 100 домов, сейчас мы можем в лучшем случае делать 70 домов. Поэтому, к сожалению, она и так и идет. Если вчерашние деньги, которые были, если за миллиард денег, которые мы делали, три улицы, сейчас мы можем делать две улицы. Также горожане возмущались тому, что теперь платить за лифт приходится всем, даже если человек не пользуется им. Глава разъяснил и этот вопрос. Такая графа в платежках появилась после принятого федерального закона. Во многих городах ее вели уже в 2010 году. В Нижнекамске жители первых и вторых этажей стали платить за лифт только в 23-м. И то не за пользование им, а за содержание. Смысл не в том, что мы платим за пользование лифтом, я в такой же ситуации, другие жители, а в том, что мы платим за содержание общего имущества, которым является в том числе лифтовое оборудование. Но сейчас очень активно обсуждается, в том числе и в республике, что плата должна быть дифференцированной. То есть те, кто в первом этаже, если будет принятый законодательство, мы не даем обещания, мы это поддерживаем, что плата должна быть дифференцированной. То есть с первого этажа платят какую-то долю за содержание, но те, кто пользуется, платят больше. Именно за электричество. Что касается бесперебойной подачи отопления зимой, этот вопрос руководители решают на глобальном уровне. В планах перейти на индивидуальные тепловые пункты, что позволит корректировать температуру отопления в каждом доме. Пока много вопросов к качеству работы специалистов ВДКанала. Мы ввели разные двери, федеральные, республиканские, для того, чтобы этот вопрос решить. Первое, что мы смогли сделать, вот две недели назад начался процесс передачи сетей с частного, у нас они были в частных руках, в государственную структуру. То есть сети мы сейчас переводим в государственную структуру, это первая победа. Почему я об этом говорю? Потому что если они будут государственными, то есть федеральная поддержка, есть федеральная программа, о чем говорил Путин Владимир Владимирович, когда он сказал, что до 30-го года будет вложено достаточно серьезные средства на модернизацию жилищной коммунальной сферы. Поэтому мы надеемся, что мы войдем в программу. И второе, мы смогли добиться того, что оператором отопления станет компанией Татэнерго. Это 100% государственное учреждение, 100% собственностью республики Тарстан. И самое главное, они профессионалы, они работают в Челнах, они работают в Казани, они работают в Зайнске. Просто вот для примера, Челнах тепло дают за неделю, мы месяц пускали это тепло. Постепенно облагораживают и сам микрорайон. Сейчас ремонтируют 35-й лицей, 7-ю школу, детский эколого-биологический центр. Приступили к первой очереди пешеходного променада по улице Менделеева. Завершить работы планируют до 1 ноября. Жильцов также волнует вопрос парковок. Вот эта дорога у нас, она не только для нас, не для 12-го подъезда, она у нас получается проходная. По этой дороге идут в садик, в 57-й, в 35-ю школу, в 7-ю, в ДБЦ, заезжают в другие дома. Вот как вот этот вопрос, если сейчас там в 35-й ремонт, да, капитальный, как они, откуда будут туда заезжать? Опять через нас будут они ездить? Вот там, где сейчас парковка, я им предложил, давайте вдоль ДБЦ сделаем одну линию, там почти 100 машин можно поставить. Вдоль центра крови можем сделать. Вот нам можно, я сказал, давайте формируем инициативную группу с каждого дома и определимся, где мы можем ставить машины. От каждого дома инициативная команда, которая скажет, Ромир Хамович, давайте вместе с полкомом, давайте найдем вот эти площади, а они есть, есть они. И вместе решим вопрос парковки. Несмотря на высокий градус обсуждения насущных тем и проблем, встреча завершилась взаимной благодарностью. Подобные беседы с жителями глава города в течение месяца проведет и в других дворах Нижнекамска. Жители приглашают присоединиться к обсуждению совместного благоустройства нашего города. Светлана Шумкова, Александр Лихачёв, Новости НТР.